Авария на улице Урицкого Водоканал полностью закончил свои ремонтные работы. Водопровод не трогали. Что касается канализования, проложили две новые нитки по 500 метров диаметром 100 и 160 миллиметров. Достаточно для сбора стоков в этом районе. В этом районе построена новая КНС для усиления данных работ. В понедельник мы приступаем к последнему этапу ремонта технических работ. Укрепление склона продлится около трех недель. После чего эксперты будут замерять сползание самого грунта. Примерно еще около двух-трех недель, после чего мы можем открыть дорогу, восстановив ее в зимнем режиме, то есть ощебенив. Надо полагать, что окончательно откроется эта дорога и получит асфальтовое качественное покрытие только в апреле-май месяце следующего года. Это объективно. Спасибо. И у нас есть первые дозвонившиеся. Ольга Юрьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Ольга Юрьевна. Я вас хочу поблагодарить за то, что остановка Пугачево, я вам очень звонила. Вы четыре раза позвонили. Большое вам спасибо. Вам спасибо за настойчивость, Ольга Юрьевна. За эту сторону и за эту сторону. Спасибо вашим работникам. Спасибо. Спасибо Владимиру Ефимовичу, что так хорошо контактили мы и все вот сделано. Большое вам спасибо. Что еще нужно сделать? Вы же для этого звоните наверняка. Нет. Кстати, много до остановок нового города появилось? Остановочных комплексов, вы имеете в виду крытых, павильонов около 40. 44 десятков. Это работа компании «Ньюс Аудор». В эти павильоны город не вкладывался ни копейки. Они используют их как рекламоносители, а город их использует в качестве защитного сооружения и вида благоустройства для наших жителей и пассажиров. Спасибо. У нас есть звонок. Наталья, здравствуйте. Мы вас слушаем. Добрый вечер. Сергей Владимирович. Здравствуйте, Наталья. Вопрос такого характера. Являюсь собственником жилья по проспекту Ленина 30. Там между 28-м домом и 30-м по проспекту Ленина ситуация из года в год одна и та же. То есть затопление ливневки и отсутствие ее прочистки. То есть она рабочая. Если в прошлые годы у нас системно ее чистили с одного звонка в ЖИО, то на сегодняшний момент я вот 5-го, 0-9-го писала непосредственно Зайцеву, приходило письмо. 2-го, 10-го я по рекомендации... Спасибо. Спасибо. Наталья, понятно. Сегодня не обещаю. Сегодня короткий день, имеется в виду эфирный. Завтра обязательно сам пройду, убежусь. В этом месте 28-30. Естественно, Зайцева Александровна Ивановича, который является директором правильной компании, МОБЖЭП номер 4 в вашем районе, и Семехатову Сергею Евгеньевичу будут даны поручения. У нас следующий звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, я бы хотела узнать, давно вот хотела спросить вас по поводу остановки на парке 750-летия. То есть после любого праздника, в дождик, там люди стоят, нет никаких навесов. Одни только вот ловочки стоят. Да, согласен. Уже там предусмотрена остановка. Обязательно, да, согласен с вами. Необходимо ее поставить. В этом году уже не успеем. Спонсорский пакет, о чем говорил Юля, у нас в этом году завершен. На стороне спуска, с правой стороны, по улице Мира, необходимо благоустроенная остановка. Это правда. Спасибо вам за подсказку. Кстати, по поводу предыдущего звонка. Прошу прощения, есть звонок Степан. Здравствуйте. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте. Тут у меня вопрос такой. Как могли допустить, чтобы дорога, которая идет в тракторную, улица тракторная, срезали 5 метров и ушло в пользу магазина. Там Тойота. Магазин Тойота. Вот они там тротуар передвинули. Все переделать. Вот трактор, который едет, очень тяжело ехать по тракторной. И так 5 метров срезали на магазин. Я Степана плохо слышал, но никакого заужения улицы тракторной не предусматривается. Тойота Центр и Лексус сейчас находятся в стадии завершения. Два этих блока. Тротуарная зона, безусловно, будет вдоль этих двух автосалонов. То, что касается сейчас ремонта технических работ по асфальтовому покрытию, то они будут завершены в срок до 2-3 недель. Следующий звонок. Ирина, здравствуйте. Мы вас слушаем. Здравствуйте. Очень долго пыталась за вас позвониться. Вопрос у меня такой. Значит, я живу на улице Ливаторной, дом 28. Спасибо, транспорт ходит. Но сейчас построили, но вы район, он называется Юго-Западный 8 вроде. 8 ЮЗ, совершенно точно. Вот теперь нам очень удобно, мы уходим туда на конечную остановку. Ну, а там у водителя не предусмотрен туалет. Согласен. В округе такое безобразие творится. Согласен. И мусора очень много. Спасибо. И еще большое было бы... Ирина, спасибо. Это проблема действительно касается остановочных комплексов в качестве разворотных колец, в энергетике, в Юрьевце, на 8-м юго-западном районе. Значит, в некоторых из них ставятся туалеты, биотуалеты с ключами, которые есть у водителя. В этой части, вы абсолютно правы, необходимо это сделать в ближайшее время. Спасибо. Следующий звонок, Юрий Михайлович. Здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте, Сергей Владимирович. У меня вопрос... Здравствуйте, Михайлович. На проспекте Ленина Сбербанк на площади Победы отгородил общественную землю и сделал там свою стоянку. Это как можно рассматривать? И как с этим бороться? Юрий Михайлович узнал по голосу. Это Юрий Михайлович Кац, насколько я понял. Юрий Михайлович, речь идет о месте, специально отведенном для служебного транспорта, машин Сбербанка. В общем и целом, это не воспрещается законом. Была на то заявка соответствующего Сбербанка, и эта просьба была удовлетворена для их служебного транспорта. Там действительно есть проблематика с парковкой автотранспорта, гостевого, который подъезжает, и этой зоны парковки мало. Но тут пока... Нужно разобраться на эту ситуацию, да? Там, честно говоря, нет дополнительных мест для уширения, но посмотрим на газонную часть. Юрий Михайлович, спасибо. Следующий звонок. Александр, здравствуйте, мы вас слушаем. Добрый вечер. У меня вопрос к вам. Я живу по адресу Северный, дом 43А. Вот и вопросик по поводу сноса наших домов. Планируется их, кстати, нет ли? Что нам ожидать? Северный, 23А, если не ошибаюсь. Нет, Северный, 23А, не предусмотрено к сносу этот дом. 43А, пожалуйста, подсказывай. 43А, не предусмотрено к сносу. Он пока у нас не числится в списке ветхих аварийных, непригодных для проживания. Если необходимо проверить данный дом на ветхость, на аварийность, давайте это сделаем. Спасибо. У нас есть еще звоночек? Тогда задам вопрос я, который тоже пришел нам от зрителей. Элеваторная улица, 8 домов остались у нас без тепла, построили новую котельную. Очень просят обратить внимание, со 2-го числа холодные батареи у людей. Да, я слышал об этой проблеме, уже разбираемся. С 2-го ноября отключено отопление. В причинах разберемся и доложим, соответственно, людям, которые вам звонят. У нас тоже есть их контакты. И пока нам дозваниваются наши телезрители, еще один вопрос. Вы рассматривали его на... не рассматривали, а точнее обращался опять же к вам депутат Казнин по поводу барьерных ограждений на Пекинке. Скажите, пожалуйста, какие-то сдвиги в этом вопросе предвидятся? Было предложение Дмитрия Казнина пригласить руководство Ногинской дороги к нам на сессию городского совета, либо на комитет. Мы это обязательно сделаем. Руководство Ногинской дороги идет на контакт. И его предложение всю зону М7, от примерно перекрестка улицы Горького с М7 до перекрестка Судского проспекта М7, ввести в сплошное барьерное заграждение. Это абсолютно законная и необходимая мера, потому что в этой зоне, от Горького до перекрестка с проспектом Судским, у нас гибнет наибольшее количество людей, находящихся в городской зоне. Именно на этом месте. Он приводил статистику о том, что как только появляется в городских зонах барьерное сплошное перекрытие, соответственно, статистика гибели людей резко падает. У нас есть еще один звонок. Татьяна Михайловна, здравствуйте. Добрый день. Я просто хочу сказать, у нас дом очень старый, большие дыры, нам его не ремонтировали. Какой дом? Адрес какой, Татьяна Михайловна? Мы согласны, может быть, заколовано, но к нам невозможно подойти ни с одной стороны. Татьяна Михайловна, адрес назовите. Нет асфальта, у нас два инвалида, колясочников. Адрес есть не можно, Татьяна Михайловна. Татьяна Михайловна, адрес какой? Юльич, школьный проезд, дом 12. Сейчас слету не скажу, но обследуем, к вам прием телефон, пожалуйста, оставьте нашему оператору и к вам обязательно приедем, разберемся. Наше эфирное время подошло к концу. Я должен попросить прощения у телезрителей, сегодня обычно 20 минут не будет, в 20 часов должен быть в городе Суздале на планерке, которая проводится с губернатором, по завтрашнему съезду глав муниципального образования, на которой ожидается первое лицо государства. Так что я прошу прощения за сегодняшнее короткое интервью. До следующего раза. Всего доброго. До свидания.